На базе телеканала «Сенал Украина» автор-исполнитель Роман Ващук презентовал новый клип на песню «Хвылыны». Основная идея клипа – показать, что для каждого из нас есть определенные моменты, в которых мы можем влиять. Нужно использовать каждый миг в жизни правильно, осторожно и мудро распоряжаться своим временем, которое предопределено каждому из нас. В этом видео снимались как случайные люди, так и приглашенные участники, а также друзья Романа, жена и папа. Коли же мы, земли, покличут нас, коли, коли покличут нас в свой час. За одном клипа показать, что для каждого из нас есть определенные моменты, в которых мы можем влиять. То есть мы можем влиять в каких-то банальных сценах, которые постоянно в каждом дне могут нам встречаться. Кто-то что-то потерял, там есть эпизод, где девушка подает портмоне парню, который его выронил. На первый взгляд это может показаться банальным, но на самом деле жизнь состоит из таких мелочей. То есть иногда у людей, ага, может быть там деньги, может я проверю вначале, потом отдам. То есть для кого-то жертва просто поднять и отдать, несмотря что там. Я понимаю это так. Таким же образом этот эпизод с коляской тоже. Иногда люди просто видят что-то, они могут отвернуться и пройти далее. Но этот момент он потолкнет просто к тому, что может быть в жизни произойдет подобная ситуация. И просто на уровне подсознания человек сразу вспомнит, что ага, я могу подать и это хорошо. И там после каждого из этих моментов отматывается время назад. Это как бы символ того, что вот таким вот образом мы можем остановить время на мгновение, делая добро. Что на самом деле очень важно для нас. Таким же образом в клипе показано то, что есть вещи, которые зависят от нас, как этот кошелек или как эта коляска. И есть вещи, которые от нас не зависят. Это цунами, это стихийные бедствия, это пожары, это какие-то катастрофы и так далее. То есть форс-мажор. Но мы тоже можем влиять. И мы можем влиять лишь молитвой. Я хочу сказать об этом каждому, что реально влияние нашей молитвы это влияние на историю, на ход истории. Потому мы реально влиятельные люди, если мы с Богом. И просто я призываю каждого из вас не пугаться, не быть в депрессии, не опускать руки, если вы к чему-то не имеете отношения. Вы имеете отношения посредством общения с Богом. Вы можете просто молиться, просить Бога, чтобы Он регулировал какую-то ситуацию, чтобы Он вмешался в то или иное. Каждая песня Романа Ващука – это отдельная история. В рамках премьеры он исполнил несколько известных всеми уже полюбившиеся песни в составе группы. В том числе и новую песню «Хвилины». Очень рада, что наконец-то это творение уже наконец-то увидела мир, потому что клип снимался еще летом. И песня в принципе была уже, но были задержки в плане студии и таких организационных моментов. Поэтому очень рада, что наконец-то уже готова эта песня, и мы можем презентовать ее слушателю. Песня очень правильная в плане смысл, о чем говорится – это время. Время, которое очень ценно, и как мы его используем. На вечере презентации своим творчеством также поделились заслуженный артист Украины Тарас Яницкий и молодая группа «Даби» та Кэтрин. Очень рады быть сегодня на этом мероприятии и разделить радость людей, которые впервые увидят этот клип «Хвилины». Прекрасный, хочу сказать, клип. Сегодня было очень круто. И неимоверно радостная обстановка доставила нам большое удовольствие. Роман – классный парень, классный музыкант, и я очень рад, что он так активно продвигается по музыкальной линии, по музыкально-христианской линии. С наилучшими пожеланиями на открытии клипа «Хвилины» выступали гости и близкие друзья. Я радуюсь, что он производит новые песни, приносит их с неба, и это настроение небесное, оно приходит через уши, куда-то сюда сердце падает, и атмосфера меняется. Когда я слушаю его песни, мне становится светло. Есть его диск, конечно же, в машине, и один из первых дисков про любовь. Я, правда, столько много про любовь не слушался всю жизнь, люблю, люблю, еще три слова, я люблю, и еще три слова, я тебя люблю. И я уже всех любить начал, и гаишников, и прохожих, думаю, надо что-то другое уже включать. И вдруг появляется новый клип «Хвылын» или «Минуты», и еще одна песня мне нравится, «Распособи», что ты оставишь здесь на земле, и так далее. И я поздравляю, что есть возможность у тебя записываться, есть друзья у тебя озвучиваться, вместе играть. Благослови тебе, друг. Пусть у тебя все будет хорошо, и, пожалуйста, не останавливайся. Роман Ващук – абсолютно неутомимый труженик, певец с большой буквы, и, наверное, все, что можно о нем сказать, это абсолютно будет большая буква. Я счастлива быть его другом, хорошим другом, его сотрудником в Ниве Божьей, в творчестве. Я хочу сказать, что он безотказный человек, он умеет делать все очень легко, очень вдохновенно и очень искренне. Поэтому наша команда «Движение Живи» его считает своим человеком во всех смыслах этого слова. Клип «Хвалыны». Во-первых, тема, поднятая в этом клипе, очень близка мне. Я так люблю говорить, что у нас нет вчерашнего дня, у нас еще нет завтрашнего дня. Все, что есть сегодня, вот эти минутки драгоценные. Так вот, в этот день, в день презентации клипа, я рада, что свои драгоценные минуты моей жизни я могу поделить вместе с Романом и подарить их ему вместе с моим вниманием, вместе с цветами, вместе с пожеланиями, вместе с моим творчеством. Роман, я поздравляю тебя, ты лучший! Клип «Хвалыны» заставляет многих задуматься, что нам предстоит ответить за свои мысли, мечты и поступки в свое время. Добро, любовь, сострадание, милость и святость – это то, к чему мы должны стремиться, чтобы быть солью и светом для этого мира. В ближайшее время новый клип будет транслироваться на телеканале СНЛ. Специально для первого христианского телеканала СНЛ Аннаита Габабова. Киев, Украина.